Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня это самое видео, долгожданное, которое я давно хотела для вас снять на протяжении долгого-долгого времени. И как вы заметили, что на моем канале несколько дней не было видео, на это есть определенные причины. Ну, судя из названия ролика, вы, наверное, думаете, что же она хочет нам сказать, что же она хочет нам рассказать. В общем, сегодня такое видео, где я собираюсь рассказать всю правду о себе. Все, что было за кадром, то, чего вы не знали, тоже по определенным причинам, я вам расскажу. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, с чего я хочу начать? По поводу беременности. Беременна ли я? Мне задавали такой вопрос несколько раз, на который я так неоднозначно отвечала. И те, кто задавал мне вопрос, беременна ли я, я на него отвечала неоднозначно. Но сейчас я могу сказать точно, что нет, я не беременна, потому что на днях я родилась с сыном. У меня замечательный сынулика. Вот. Я, короче, вся в эмоциях. Я сейчас говорю тихо, потому что моя зая спит. Хотела рассказать, на самом деле, все, что было за кадром на протяжении 9 месяцев. Это когда я начала активно заниматься своим каналом. Все это время для вас мы делали не одни. Все это время для вас мы были вдвоем, с моим сынуличкой в животике. Он все слушал, он никогда не мешал, не отвлекал и не беспокоил меня. Я снимала для вас видео. Теперь мы будем полноценно снимать видео. Надеюсь, он будет тоже давать мне возможность снимать для вас видео. А говорю это еще к тому, чтобы вы понимали, что немножко сложновато мне будет, потому что сейчас все мое внимание уходит с сынули. Покормить, покупать, помыть. Ну, пока развлекать еще рано. Он только спит и ест маленький совсем. Вот. Но я для вас приготовила, пока я была беременна, так как объясняю, почему не сказала. Потому что я немножечко стала суеверной. Хотя я не суеверная. И кто знает, меня общается, я не верю в всякие приметы и так далее. Но что касается детей, это на самом деле стало что-то такое для меня очень скрытное, от чего я думаю, никто не будет знать. Так что многие мои люди, которые даже знают меня, да, они не знали. Даже один из моих лучших друзей не знает, что я беременна и что я родила. Скоро ему об этом тоже скажу. Интересна его реакция. Вот. И я думаю, что многие-многие, кто меня смотрит, кто со мной давно не поддерживал связь, просто смотрит мои видео, инстаграм, нигде этого ничего не афишировалось, ничего об этом не знала. Поглядываю, сынули, чтобы он не проснулся. Надо сейчас вам все рассказать быстро. Вот. А, ну вот. И я не говорила, потому что не хотела, чтобы были какие-то мысли, какие-то там еще что-то, какие-то пожелания. Даже если хорошие, плохие, мне ничего не нужно было. То есть я была полностью сосредоточена на себе и просто занималась своим ребенком и занималась блогами. Вот. Оттого, может быть, кто-то в комментариях писал мне, что я там поправилась, там раньше была красивая девчонка, поправилась, там губы стали больше. Ну, все это из-за того, что, конечно, лицо стало чуть-чуть покрупнее. Я немножко поправилась, да, но особо, вроде говорят, незаметно. Но я так смотрю на видео в своих прошлом, да, была немножко похудее. Вот. Так что это все из-за этого. И еще хочу сказать, что все, кто писали мне плохие комментарии, пусть вам будет стыдно, что вы могли писать это беременной женщине. Вообще, когда... Вообще, знаете, вот беременных женщин нужно уважать, пропускать. И мне все это нравилось, что такое хорошее отношение. Очень многие люди обожают, уважают и очень трепетно относятся к беременным. И я это качество в людях вообще просто замечательно полюбила, что многие мужчины и девушки и дети и все так трепетно и нежно относятся к таким беременным. Как будто вот чудо чудесное какое-то, да, ожидается. Вот. Но, соответственно, многие, кто писал мне негативный комментарий, совершенно не знали, да, причин. Но это лишний раз подтверждает то, что никогда нельзя делать какие-то выводы, говорить какие-то гадкие слова и, ну, просто, да, вот выливать негатив, совершенно не зная, что за человек и в каком он положении сейчас находится. То есть последствия, знаете, как говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. И когда мы обижаем детей, беременных и так далее, то вы знаете, что это не очень хорошо. Но всех, кто пытался меня обидеть, я всех прощаю. Карма на вас не распространится. Итак, дальше, что я хотела сказать по поводу своего возраста. Мне, внимание, 31 год. Вот. Да, многие давали мне мой возраст, многие давали младше. Спасибо вам большое, потому что, на самом деле, мне очень приятно, кто не дает мне мой возраст. Я стараюсь, конечно, выглядеть молодой и собираюсь долго это делать. Вот. Хотя 31 год, я считаю, что это не возраст, конечно же, это смешно. Поэтому я в видео своих смеялась, что я такая старая, я 40-летняя и так далее, и так далее. Потому что 31 год, это девочки еще, на самом деле, неопытные. Вот. И, да, в 31 год я родила ребенка. Их, рада вообще. У меня, на самом деле, дома вот такой вот огромный праздник. У меня куча шаров. Мой любимый у меня организовал замечательную выписку. И в конце недели будет видео, фотографии. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, заходите, поглядите. Я буду выкладывать, кстати, вот я делала для вас архив, пока была беременная. Думаю, вот когда я рожу, все это выложу и покажу. Есть некоторые видео, которые я вот снимала беременной. Я покажу животик мой, какой он был у меня и так далее. Сейчас, смотрите, я похудела. Как? Лицо схуднуло. Но так-то я похудела. Я скинула сразу. Нормально. Честно говоря, все знают, сколько они набрали за беременность. И все знают, сколько они сбавили после родов. Я этого не знаю. Сказать не могу. Так что смотрите, я не хочу сейчас свой канал переводить в формат какой-то, что я будет просто беременная мама. Хотя вполне возможно, что так и получится. Но я собираюсь все это миксовать. То есть я также буду продолжать снимать советы для вас какие-то, да? Для мужчин и женщин. Я также буду продолжать снимать какие-то смешные видео, да? То есть, ну, по возможности. Я просто не представляю сейчас, как это все будет происходить. Потому что это первое видео, вот, когда мой малыш лежит, да? Но он сейчас мало спит. Будет больше спать. Может быть, больше возможностей будет снимать. Но я буду стараться. Соответственно, я думаю, что каждый день видео сейчас не получится мне снимать. Так что можете не писать мне, когда будет видео, когда будет видео. По возможности я буду максимально часто их выкладывать. Так как у меня заготовок очень много есть еще. И так, у меня остались еще сигны для девочек. Кто не получил. Кстати, вообще, это просто смешно. Это отдельное, наверное, видео снять. Или нет, или я здесь прям скажу. Это просто ужас. Сигны. Сигны платные. Сейчас, да, платные. 100 рублей стоит сигна. Объясняю, почему. Это не ради денег. Я не собираюсь заработать. Просто вы не читаете комментарии. Вы не понимаете, как все это происходит. Я вам объясню. Я сделала вот такую вот акцию. Передам привет. Куча людей мне сразу написала. У меня было 300 или больше 300 сигн всяких. Которые я сказала, да, 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 я сниму. Я распределила, что я буду это снимать. Но получается, так как я распределила изначально, это бы затянулось на целый год. Я сейчас начала снимать каждый день, чтобы просто отстреляться. Закончила эту акцию. Дабы это очень тяжело. У меня это не хватает на основные видео времени абсолютно. Только приветы передавать. Что это такое? То есть такая Селена передает приветы и все. Вот ее канал. Кто она? Что она? То есть никто ничего не будет знать. Потому что ни на что не будет хватать времени. Это первый момент. А второй момент, вот, что меня просто убило девочки. То есть мне сколько лицемерия? Сколько лицемерия? Девчонки. Я понимаю, что это возраст, скорее всего, 11, 10 лет, 9. Зеленочка, я так люблю твой канал. Ты такая хорошая. Ты такая классная. Сделай мне сигну. Соответственно, я рожала. Было у меня время. Я была занята. Я не могла отвечать на комментарии какое-то время. Че молчишь, дура? Пишет эта же девушка следующая. Или кто-то не может дождаться свою сигну. Я тебя уже 300 тысячный раз пишу. Где моя сигна? Ты там с наездом каким-то, да? Потом начинают сначала мне дра-ля-ля, ты такая классная. Потом начинает мой канал комментировать, какой он не такой. И какая-то я не такая там, да? То есть, девчонки, вы... Вы... Нормальные вообще? В общем, я желаю вам, на самом деле, быстрее взрослеть. Потому что вот это вот вообще не дело. И одну девочку, я не помню ее имя, которая просила у меня сигну, я успела ее вырезать из видео. Потому что она начала комментировать тоже мой канал. Там, что что-то не нравится, контент мой не нравится или еще что-то. То есть, зачем тебе моя сигна? Тогда я считаю, что не нужно. И вот, почему я взяла 100 рублей. Именно для того, что если вы действительно мой подписчик или действительно человек, который хочет получить от меня привет, 100 рублей это вообще не деньги. Сейчас чупа-чуп, блин, стоит 100 рублей, наверное. Но, в общем, не суть важная. 100 рублей это не деньги. И это как раз та грань, где человек, отдавая вот эту хотя бы копейку, будет ценить то, что я делаю для него. Понимаете? Нахожу время, компоную, передаю привет. И, соответственно, этот человек, который заплатил денежку, он не будет потом писать мне, что это такое? Ты что, офигела? Мало того, что бесплатно я делаю, то есть я еще офигела, я еще дура, потому что я задерживаю, я какая-то вообще... Ну, бред вообще полный. Поэтому нужно ценить. И именно эти 100 рублей будут показывать вашу ценность и отношение ко мне. А кто считает, что сигна не стоит 100 рублей, так тебе моя сигна не нужна тогда и бесплатно. Понимаете? Зачем мне находить время и тратить все свое время, если эти сигны не стоят ничего? Правильно? А кому она нужна, то 100 рублей это просто подарок. Он скажет, хо, нифига себе, подарок, я хочу от Селены сигну. Ну, в принципе, я не настаиваю, девчонки. Это если кому-то что-то нужно, и мальчишки. Если не нужно, нет. Значит, сигна стоит 100 рублей. И для того, чтобы ее заказать, вам просто нужно на номер телефона бросить 100 рублей и написать мне, что я хочу от тебя сигну, прислать чек. Все. Я делаю маленький списочек и ближайшим временем снимаю такое видео. В общем, все, я сказала. Вы узнали наконец-таки обо мне всю правду. То есть, то, что я была беременная все это время, то, что я родила, и теперь я вообще счастливый человек. То, что я для вас много приготовила. И что еще? Сынули мои просыпаться. Потихоньку. Что еще? Что еще? Что еще? А, если у вас будут какие-то вопросы по поводу беременности. Хотя я уже подготовила некоторые моменты такие. То есть, я буду чередовать. Я не договорилась, что все, что останется, то и было. Но я сделаю еще такой небольшой плейлист, где я расскажу о своей беременности, если кому-то интересует. Как она протекала, как там быстро мне удалось забеременеть, как прошли роды, как я искала своего врача. В общем, и многое-многое другое. Короче, задавайте мне вопросы в комментариях. Я могу отвечать на вопрос-ответ, если будет много таких вопросов. Или будет одно интересное видео, если оно такое обширное, много на него отвечать. В общем, девчонки, я была рада раскрыться перед вами полностью. Теперь вы знаете обо мне все. Я делала губы, мне 31 год. И я родила сына и была беременна все это время. Вот. И... В общем, с вами была я, Селена Свей. Бегу кормить мою зайку. Мы с вами увидимся в следующем видео. Все вопросы внизу. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто пришел ко мне впервые. И... Пока-пока. Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok